Владислав Кыса Старты по боевому самбо, и многие старты отменились из-за ковид-обстановки, и очень много поменялось из-за этого, и решили выступать по ММА и вернуться. Получается, были старты по боевому самбо, и вы отложили только ММА, а по боевому самбо ты продолжал, правильно, свое выступление? Да, да. Я как, получается, выступаю по боевому самбо, и в промежутках, когда нет стартов, выступаю по ММА. Хочу просто спеть и там, и здесь. К чему больше лежит душа? Что у тебя в приоритете? Знаете, наверное, ну если быть честным, то у меня прям мечта такая, стать чемпионом мира. Вот, но и так же я не хочу по боевому самбо, так же я не хочу выпускать возможности в ММА, как бы жизнь одна, надо пробовать. Ну, мне кажется, одно другому не мешает, тем более такой вид спорта. Ты расскажи, пожалуйста, что вчера у вас произошло после взвешения, во время фейс-ту-фейс, почему ты оттолкнул соперника, что он сделал не так? Я на самом деле пришел туда, как бы, на позитиве, все-все хорошо. Ну, выхожу, встал, ну и, получается, подхожу к сопернику, как бы, ну, с радостью, как бы, ну, скоро бой, все. А он что-то прямо так встал, и прямо вот так, у меня кулак держит, такой, потише давай, завтра подеремся, ты че? Вот, а он как-то еще кто-то оттолкнул, мне это не понравилось, вот я оттолкнул его. Ну, сегодня ты доказал, кто есть самый сильный. Ну, слушай, да, то, что если он, конечно, тебя еще докасался, дотронулся и хотел ударить, понятно, что это тебя вывело из себя. Скажи, какое отношение у тебя к нашей площадке? В плане, ну, все хорошо. Я вообще с Федором Даромановым на площадке, по сути, с первых турниров ММИ серии в России вообще. Вот, и по сей день, как выступаем, видите, как все хорошо, слава богу. Он, получается, и твой друг, и еще по совместительству спарринг-партнер, верно? Ну, точнее, я его спарринг-партнер. Вы готовились с ним совместно и боролись, дрались, тренировались вместе, правильно? Да, вообще был тренировочный лагерь достаточно большой, готовились к боевому самбо. Федор, его пригласили от первого лица на корабль, боевой самбо. Вот, там был, получается, чемпион мира против чемпион мира. Вот, и, к сожалению, этот старт сорвался, и мы уже думали, если он сорвался, то надо не терять физическую подготовку, все, надо выступить. И поехали в Новороссийск подготовиться, и потом готовились к Кузне, что большое спасибо клубу Кузна, всем ребятам, кто помогал. Конечно, Федору, который, Федору Романову, Федору Рыжову за то, что мне помогают, и мы двигаемся. Как оцениваешь физическую подготовку Федора? Он же сейчас будет тоже скоро драться. Отлично, я уверен в его победе, и желаю ему только победы и красочной. Прямо понятно. Я поняла тебя. Слушай, ты мне скажи, пожалуйста, как у тебя дела с весом? Ты гоняешь? Да, гоняю. Ну, вот, на 57 я гонял, ну, не сказать, что много. Если сравнивать с какими-то другими промоушенами, наверное, ну, и вообще, как бы, те, кто выступает именно конкретно в ММА, то они по десятке где-то гоняют, а я вот где-то, ну, 4-3 вот так вот. Ну, это не сказать, что много. За какое время? Да нет, где-то за неделю. Спокойненько, без лишнего напряжения. Какие дальнейшие планы? Удастся совмещать сейчас и боевое самбо, и ММА? Да, конечно, потому что как раз, получается, старты боевого самбо сейчас скоро начнутся уже. Вот, в конце сентября, октября. Вот, а потом уже и ММА. А старты ты имеешь в виду чемпионат России? Кубки России, чемпионат России и международные старты. Ну, значит, в сентябре ты отдерешься там, и уже после этого будешь спокойно принимать участие у нас здесь, в ММА. Там несколько стартов, естественно говоря. Вот, там до Нового года прям такая загрузка по боевому самбо, а потом уже посмотрим. Значит, после Нового года мы тебя можем снова увидеть? Ну, это надо будет уже разговаривать с менеджером и также вообще, как бы, ну, надо смотреть на картину ближе. Вот. Ну, ладно, поздравляю тебя еще раз с этой красивой победой. Желаю тебе успеха. Желаю тебе здоровья, чтобы было меньше травм. И до скорых встреч. Спасибо. Спасибо.